Павел Кантелеевич, кто-то ответит на Ваши вопросы. Павел Кантелеевич, какие первые тренинг матча? Мне бы хотелось бы ребят поздравить и наших болельщиков с победой. Я считаю, что победа абсолютно закономерна. Сегодня команда «Факел» выглядела во всех практически компонентах среди команды «Шинника». Мы ввели игру, владели территорию и контролем мяча. Единственное, что есть вопрос у меня по реализации момента. Достаточно много было создано в быстрых атаках момента, которые должны были заканчиться, взять и в этом компоненте, мы должны были отбираться. И, как бы если я, все так, считаю, что все по делу. Коллеги, вопросы? Пожалуйста. Дважды обыграли «Шинник», а матч первого круга, а второго отличается чем-то? Только тем, что первый круг и второй круг отличаются. Хорошая игра была. И в Воронеже достаточно сказать, что мы проигрывали эту игру. По 1-0 проигрывали все четыре мяча, а мы забили первый мяч. Дима Тихий срезал, потом Влада Шинника забил и Мишка. Хорошая игра, хорошие игры, достаточно корректные всего. Обе команды пытались играть и здесь, и там пытались играть в футбол. Ну, где-то в каких-то эпизодах мы были сильнее. Именно в реализации, в реализации. Хотя по первой игре в первом круге «Шинник» тоже у них там были хорошие моменты, предпосылки. Сегодня, если так объективно оценим, то «Шинника» единственный момент. И там тоже претензия к Виталию Кушахову, который играл, должен играть по своим качествам. Игры вверху, и задание у него было в связи с тем, что сначала он задание было, играл в первом тайге с Войдером, при стандартных положениях. И мы знали, что команда «Шинник» за счет габаритных игроков будет иметь в этом компоненте, ну, скажем, не преимущество, но попытается использовать это. И он играл. А во втором тайге, когда Войдера заменили и вышел Буря, я ему сказал, что при стандартах играешь с ним, и его чисто ошибка все, не сыграл в стандартном положении, практически в статическом положении мяч забывался. А так, каких-то сверхзадач сегодня и таких моментов явно тянущих на взятие наших ворот «Шинник» практически не случилось. Рылов оформил дубль, а ты перед матчем как-то настраивали на игру или нет, или сам бы хотел, потому что вы бы сказали, что ли, где вы хотели сразу? Ну, произошла такая ситуация, что Артур начинал чемпионат в стартовом составе, но череда неудач на старте, в шести первых турах мы пять поражений потерпели, и пришлось менять состав, и тот состав, который, ну, скажем так, Артур, на его позиции стал играть другой игрок, и стали исправлять турнирное положение, и команда провела очень убедительную серию, без поражений, там, 9 туров подряд шли, и поэтому, все, Артур достаточно полисфицированный игрок, Ну, что скажу, что как-то его специально настраивать, или мотивировать смысла не было, потому что он в предыдущей игре с «Газовиком» вышел, очень хороший мяч со стандарта забил. И по тренировочной работе он заслуживал место быть в основном со своими. Но вышел и опять использовал свой шанс. Понятно, что, наверное, и не, наверное, точно у него мотивация была, так как он играл, здесь хотелось бы и друзья, наверное, какие-то остались, и оставить о себе хорошие впечатления. Но своей игрой сегодня показал, что он достаточно квалифицированный игрок. Ну, и завершил усилия командные действия. Только правильно поймите мою улыбку. Я только что сейчас в двери встретился с Артуром Львовым. Так, по-доброму поговорили. Я спросил его, за что ты так нас... Мы это точно уже обсудили. Я готов. Давайте с вопроса начнем. Если коротко резюмировать, то проиграли во всех основных аспектах футбола. В организации игры, в ходе безобороны, в атаке, в быстроте принятия решений. Настолько велика разница в уровне исполнительского мастерства? Или есть какие-то другие причины, может быть, околофутбольных, скажешь? Нет, отвергаю околофутбольные, хотя в голову каждому игроку не залезешь. Какие-то, может быть, моменты присутствуют, но они не являются доминантными. И этот факел нас, скажем, в первом тайме, прежде всего, переиграл. К сожалению, я сейчас посмотрел забитые мячи, но мы сегодня говорили, чем мы можем их взять. Грамотно играли в обороне, причем разложили ее вчера, моделировали, сегодня разложили. И, к сожалению, я увидел первый мяч, ну просто вопиющие тактические ошибки, которые мы не выполнили до, о чем договаривались. За это нас наказали, первый мяч. Второй мяч – несчастье. Несчастье, мяч у нас на ноге, вместо того, чтобы его сделать, ну, передачу вперед, мы его тут же отдаем. Затем бросается защитник, тщательное падение, рикошет. Сами привезли себе голову. Хотя, в целом, преимущество, наверное, по ходу игры, за исключением, может быть, последних 30 минут, факел ощущалось. То, что мы во многих компонентах уступили, это бросалось в глаза. Я вынужден это признать. Я сейчас коллегу поздравил с победой и с качественной игрой команды. Хотя, развернуть ситуацию в последние 15 минут после забитого мяча можно было. Но тут, к сожалению, мы ничего не смогли в работе с мячом определить серьезно. Даже так называемого навала не получилось. Еще не понравилось, что последние 10-15 минут команда не обоснованно часто фалила на чужой половине поля. И тем самым подбери темпы. Это умение единоборствовать. Умение единоборствовать. Кто заставлял, допустим, Влада Сиротова у главного флажка игроку, который спиной развернут, стоит практически на ленточке, фалить, толкать и целую минуту подарить сопернику. Это опыт, видимо. Его нужно приобретать, к сожалению, горький. Горький опыт. Вопросы? Калерина. Насколько сейчас Войдер и Малаянбук соответствуют игрокам стартового состава и сегодняшнего уровня готовности? Артур не до конца максимально готов. Хотя он рвался в бою. Что ему не откажет? Желаний в характере. Но, видимо, игровой тонус потерян. Игровые умения не на самом высоком уровне его, которые ему свойственны. С Войдером я сегодня перед игрой разговаривал. Нас был диалог тренер-капитан. Но травма, которую он получил в ходе первого тайма заставила принять решение его снять с игроку. И сейчас говорить соответствует, не соответствует, это, я считаю, внутреннее дело команды. И мы будем разбираться внутри. Еще вопросы? Но если, скажем, говорить про центр, пара Свежов-Мурнин и пара Войдер-Платика, нельзя так футбол говорить вот на этом участке. Но в целом они нас переиграли. Гораздо более уверенные в тактико-титурественных действиях у них были, чем у наших полулощадников. Еще вопросы, коллеги. Андрей, вы сказали, что Минязин в ненавистью игру. Был выбор, кого выпускать? Минязин или, скажем, Павлиенко? Я понимал, что игра упростится в последние минуты. Нам нужно будет использовать штрафные, навальные передачи, может быть, просто в район штрафной. В этом компоненте, конечно, Минязин посильнее того же Павлиенко. То есть это было связано с этим. А в конце вообще-то решили последние пяти минутку, можно сказать, на трех нападающих. Выдвинули Схаврепова, чтобы он поборолся легко под сбросом. Концовка упростить надо будет. Но даже этого упрощения у нас не получилось. Проблем обороны достаточно. Два мяча пропускаете в каждой игре. Вы, как главный тренер, видите это системные ошибки? Или, скажем, индивидуальные несчастья? Нет, на несчастье валить. Когда четыре матча и действительно по два пропущенных мяча, я не могу свалить все только на линию обороны. Обороняется вся команда, я здесь буду банален. Вот тот же первый мяч, тот же первый мяч нам и пропущен. Борьба вверху. Проговаривали, кто как сужается, кто отвечает за подборы и как мы располагаемся. Наш игрок, не буду говорить фамилию, в это время зевает нырок за спину выигранному мячу и пошла голевая контратака. Вроде бы мелочь, да? Тактическая позиция в момент единоборства твоего партнера. Где ты должен быть по отношению к мячу и сопернику? Коллеги, вопросы? Есть еще вопросы? Да, Сергей Павлович, Аэропетян, все-таки он пока проигрывает конкуренцию другим футболистам, которые более опытные, можно так сказать, да? Заявку не попадают. Ну, скорее всего из-за этого. Сейчас нужны более опытные, более устойчивые. Возможно, он со своим, скажем, характером не загружен. И сейчас ни нашими проблемами, ни турнирными, ни другими. Возможно, он, но я посчитал, что именно более опытные футболисты мы получили заявку на него. Но сейчас получили сегодня ряд Трамп, Али, Малаян. Вряд ли смогут играть в ойдер под большим вопросом. Поэтому все возможно. Все возможно. Как получают команды, заменуешься не на пике в физическом состоянии и эмоциональном состоянии. Нет такого, что ребята, ну, все мы знаем все проблемы, что как бы в отпускном состоянии. Нет, нет. В отпускном нет. Другое дело, что не в лучшем эмоциональном состоянии. Наверное, это присутствует. Пытаемся их из этого вывести. Ну, и все, видимо, удается здесь нам напаковаться. Но они должны понимать, что какие бы проблемы нас ни окружали, все решается на футбольном поле. И к игре нужно готовиться. Я не скажу, что присутствовал сегодня не учет своего состояния, нежелание или безвольная игра. Этого не скажу. Но проигранная игра по этим всем компонентам, она, наверное... Хотя можно было все в конце развернуть по-другому. Хочется закончить, наверное, на позитиве. Понравилось, как гулер вошел в игру, и был постоянным взлом, не забил, как вы говорите. Не все у него получалось, не все получалось. Но гол забил, сделал то, что нужно.